Сейчас проверим, идёт ли запись. Родные, простите меня за технические неполадки. Сейчас проверим, идёт ли всё на стене у меня в первую очередь. Звук есть! Ой, спасибо, Господи, что позволил всё-таки мне пробиться в этот прямой эфир. Вот так вот не просто бывает. Зайти. Всё, сейчас есть звук, сейчас есть видео. И я всё-таки сегодня вам расскажу о том, о чём я хотел рассказать, о чём был анонс. Так, ещё раз. Да, ура! Всё, супер! Теперь есть прямой эфир. А я думаю, что люди заходят и уходят. Ну всё равно, я его проведу. Всё, супер! Вижу, что появилось на стене. Сейчас начнём, родные. Так, ну что, я там наговорил уже на минут 20. Давайте начнём сначала. Родные, сейчас буду следить за комментариями, поэтому, если что, да, пишите, если вдруг какая-то проблемка будет, я сразу же это отслежу. Так, я сразу же это отслежу. Так, всё, родные. Теперь вроде бы всё нормально, да? В общем, я сразу скажу, кого-нибудь на прямом эфире сегодня и кому он будет полезен. Давайте я начну с того, кому он будет полезен. Видите, даже как вот технически сбивался прямой эфир, полчаса он не мог у меня запуститься, в начале 10 минут разбирался с настройками, потом, оказывается, звука не было. Прямо вот сопротивление какое-то шло. Почему? Ну, потому что люди, кому не положено по карме услышать сегодняшнюю информацию, их сегодня тут не будет. Вот, либо они такие, а, вот технические неполадки, либо что-то их собьёт, да, ну, собьёт в смысле с просмотра, там, какая-то другая информация, какой-то там что-то там про Бога будут говорить, про мироздание там. В общем, всячески их отведёт от этого прямого эфира. Вот это точно не для этих людей, это в первую очередь, кого сюда не пустят. А вот те, кто посмотрят или будут смотреть записи, это люди, кому очень сильно повезло. Но повезло в кавычках. Так, я ещё раз звук проверю на всякий случай, потому что я дальше буду говорить много. Есть звук, я хау. Повезло в кавычках. Дело в том, что у этих людей запас благочестия, он настолько пополнился, что это им позволяет соприкоснуться с этими знаниями. Для кого будет полезен эфир? Чтобы я сэкономил ваше время, если вы в этих категориях себя не увидите, ну, значит, возможно, вам это будет интересно. Во-первых, это будет полезно для тех, кто ищет правильную систему координат. А для чего? Для того, чтобы гармонизировать свою жизнь. Также это будет полезно для тех, кто понимает, что есть нечто большее, больше, да, то есть есть нечто большее того, что мы нюхаем, да, что мы слышим, что мы видим. То есть он понимает, что есть что-то большее, чем вот это всё, чем мы чувствуем. Дальше будет полезно тем, кто устал ходить по разного рода программам, тренингам, учениям, обучениям и не понимает, почему у него жизнь не налаживается. Сразу скажу, я здесь вообще не против каких-то тренингов и программ. Они имеют место быть, и они дают результаты. Но я не слышал ни на одной программе, чтобы говорилось вот о том, о чём я буду говорить сегодня. А без этого это фундамент, это корень. Я не просто называю себя духовным психологом, да, потому что я работаю сразу на трёх уровнях с людьми. Я работаю на уровне тела, я работаю на уровне психики, но я работаю ещё с душой. Потому что без понимания, что такое душа, как в этом мире всё устроено, как здесь идут взаимосвязи, ну, можно долго по тренингам бегать. И если вот это мировоззрение у вас не поменяется, то вопрос времени, когда вы после какой-то программы встанете опять на те же рельсы, на которых вы заезжали вот в этот тренинг. Хотя я проходил величайшее множество программ и бизнес-соу, и личностного роста, и мужских, и даже на женских был, в качестве мужчины, да, приглашали. То есть очень много учений, очень много обучений, очень много психологии. Но ещё раз говорю, все они исследуют уровень тела, исследуют уровень ума, разума, да, то есть ментального тела нашего. Так, давайте посмотрим. Теперь слышно, ребята? Как у вас? Нормально всё. Сейчас я посмотрю, ещё разочек проверю. Третий раз, да, на всякий случай, чтобы уже всё наверняка. Дальше. Кому ещё будет полезно? Кому ещё будет полезно? Будет полезно тем, кто уже готов к духовному росту. Но это как раз у тех, у кого вот этот запас благочестия, он уже пополнен. И этот прямой эфир, он для тех, кто сделал что-то хорошее о своей жизни, раз он здесь. Потому что если человеку суждено по карме, да, там, барахтаться с перерождения в перерождение, то его сюда не пустят. Ну, реально не пустят. Я сколько раз, да, там, об этом разговаривал. Вот именно так, на широкую аудиторию, да, для неподготовленных, как скажем, людей, неподготовленные сюда не приходят. Так. Так вот, родненькие, мы будем сегодня говорить о мироздании и о Боге. И я прошу вас сейчас, допустите, что он есть. Вы можете назвать его как угодно, да. Вот просто как вам будет комфортнее для восприятия дальнейшей информации, можете так его и назвать. Господь, Вселенная, Разум, Абсолютная Истина. Для того, чтобы вам просто, ну, не резало слух, да, возможно, вот это слово. Я принял Бога, я его спокойно называю Господь, я с Ним устраиваю свои личные отношения. И слово Бог, оно, в принципе, ну, абсолютно понятно и нормально, да. Оно во множестве русских слов находится, хороших. Богословлять, благость и так далее, и так далее. То есть я к нему отношусь нормально. Вы для себя просто, ну, примите название, то, которое вам комфортно, да. Что будет скрываться вот за словом Бог, когда я буду это говорить, вы там можете что-то своё принимать. Ну вот, это просто для комфортного восприятия. Почему? Потому что уровень осознанности, он у нас у всех разный, и уровень духовного развития, он тоже разный. И мы с вами все перерождаемся там из воплощения в воплощение, но, говорится, нет худшего наказания, чем если тебя вот собьют с духовного пути. Почему? Потому что мы в этот мир приходим ни с чем. Ну, мы приходим голенькие, да, мы рождаемся ребёночком, и мы голые абсолютно. Вот нам дали вот это тело, как скафандр, да, в нём душа, мы пришли в этот мир. И уходим мы тоже ни с чем. Как говорится в священных писаниях, да, там из праха мы вышли, в прахе уйдём. Это действительно так. Каким бы вы там достижений здесь не достигли, да хоть царём всего мира выстаньте, когда вы будете переступать порог смерти, да, черту. Ну, мы её называем смерть, хотя это просто переход, просто переход в другую форму жизни. И мы её тоже же уйдём ни с чем. Ну, то есть мы всё здесь оставим, понимаете? Но то, что уйдёт с нами дальше, это путь духовного развития. То есть на том уровне, на котором мы с вами в этой жизни, так сказать, остановимся, мы примерно с этого же уровня в следующем воплощении с вами начнём. Это знаете, на что похоже? Это похоже на компьютерную игру. Вот кто играл, вы, я думаю, подтвердите. Я в далёком прошлом игроманил немножко в онлайн-игре. Когда вы выбираете персонажа, вы начинаете им управлять, да, там, и исследовать карту, добывать какие-то ресурсы, да, взаимодействовать с другими участниками. И вы джойтинг, ну, или клавиатурой, вы им управляете. Вы максимально вовлечены в процесс, да, если игра ещё интересная, вы прямо там, вы в этом персонаже. И если там персонажа вашего убивают, вы просто начинаете там снова, да, там, на какой-то локации, но при этом уровень развития этого персонажа, да, очки опыта, так сказать, они остаются с вами, они никуда не исчезают. Вот примерно так же и наша душа, она, обретая духовный опыт, набирает как некую вот эту вот, ну, вот этот запас благочестия, вот эту вот положительную карму. Хотя про карму мы ещё сегодня с вами поговорим, а на самом деле можно выйти из-под управления кармой. Так вот, соответственно, уровень у всех разный, уровень восприятия тоже разный. Кто-то вот готов, кто-то ещё не готов. Но рано или поздно абсолютно любая душа, мы сегодня тоже поговорим, кто я на самом деле есть такой, она рано или поздно признает присутствие неких высших сил. И говорится, что высшие силы, они всегда идут навстречу к нам, если мы идём вперёд, да, и идём им навстречу. То есть мы делаем шаг к некой высшей истине, она к нам делает 10 шагов. И на самом деле то, о чём я вам сегодня поведаю, это достаточно непопулярная тема, сразу скажу. Объясню, почему мало так говорят и почему мало говорят открыто. И почему многих людей отталкивает. Дело в том, и почему вообще я об этом вам решил сегодня рассказать, потому что сегодня, ребят, я выступаю не от лица какого-то эксперта, не от лица психолога, у меня нет задачи вам продать там чего-то. Я сегодня буду выступать от лица мужчины, которому 41 год, который 40 лет исследовал этот мир и пытался найти вот эту систему координат, которая ему поможет жить. И он не находил. Я себе в третьем лице сейчас. Реально не находил. Поэтому я сегодня просто поделюсь опытом. Знания, которые сегодня я вам дам, это веды. Это всё взятое из вед. Я сегодня ничего не придумал, ребят. Я вам передаю авторитетные знания, как они есть. Постараюсь сжато в час уложиться. К сожалению, уж простите меня, мы начали на полчаса позже, да. Но ничего страшного. Обычно у меня там прямые эфиры по два часа, а то и более идут. Но сегодня попробую как-то сжато, да. Потому что все разделы, которые я сегодня дам, их, конечно, ну, каждому из них бы посвятить отдельный прямой эфир. Но вот картинка у вас сложится. Реально сложится. Почему не популярна тема? А, и почему я говорю об этом? Дело в том, что мне это спасло реально жизнь. То есть мне это помогло. Это абсолютно систематизировало все знания, все тренинги, все книги. Абсолютно на всё я сейчас смотрю очень глубоко и широко. И понимаю причинно-следственные связи абсолютно всего, что происходило в моей жизни. То есть у меня нету такого, знаете, ой, за что мне это? Или, блин, ну вот несправедливо. Вы даже не представляете, насколько справедливый этот мир. И насколько всё, что происходит с вами в жизни сейчас, и всё, я буквально говорю всё, то есть буквально всё во всех сферах, с деньгами, в отношениях, со здоровьем, вообще всё, да, там, с детьми, с коллегами, с родными, близкими, всё становится понятным. Если вы сегодня послушаете, если вы потом пойдёте после этого дальше в изучение, вам это будет всё понятно. Так вот, непопулярно почему? Первая причина — это наше советское прошлое, когда двигался научный прогресс, и священников просто выжигали в прямом смысле, то есть их истребляли, убивали, и всё, что было связано с религией, просто разрушалось. То есть у наших родителей, у родителей наших родителей, прадедов, прабабушек, у них, конечно, осталась такая коренная установка, что это плохо, к этому не надо приходить. Я сейчас не говорю про всех. Очень много людей, кто двигается духовным путём, кто придерживается каких-то конфессий. И, кстати, сегодняшняя информация, которую я вам дам, она вне конфессий. Это не про православие, христианство или ещё что-то. То есть сегодня не будет вовлечения в какую-то религию. Мы сегодня не об этом. И неважно, какой вы конфессии придерживаетесь, это вам гармонично поможет ещё больше придерживаться своей даже конфессии. Вот так сказано в ведах, что человек, который их изучает, если он православный, он уйдёт ещё больше православным. Если он мусульманин, ещё больше мусульманином. Но мы не при религии. Просто религия — это как некий проводник к Богу. Очень сложно двигаться духовным путём, не имея какого-то наставника. Об этом мы тоже сегодня затронем немножко. Так вот, это первая проблема. То есть нам не привили это. Мои родители, они вообще про это не говорили. А вторая, почему это непопулярная тема, во многих чатах, да и везде, вот как-то пишут, что о религии не будем говорить, о политике не будем говорить, и о чём там ещё, не помню, о национальности или о чём-то таком, да? Ну почему? Ведь о религии тоже можно по-разному говорить. О ней можно говорить в благости, да, толерантно относясь ко всем конфессиям. А можно и в невежестве говорить, когда там, вот, наш Бог едино, ваше там не это, да, как мусульманский джихад, например, исковеркали же полностью Коран, да? Так вот, это ещё одна из причин, почему непопулярна. Ну и третья причина, я вам её уже назвал, это из-за того, что вам просто, да, по карме ещё не дают сюда пойти. И, возможно, вам там несколько поколений ещё придётся там перевоплощаться для того, чтобы вас только пустили к этому. Представляете? И поэтому нет худшего наказания, нежели вас отведут от этого пути. И поэтому цените, цените просто, ну, те источники, через которые вам это приходит. Самое главное, чтобы они были авторитетными, вот реально авторитетными. Арджуна Дас, благодарю. Спасибо, что превратился в огромное ухо. Я тебе искренне признателен. И если один человек услышит, ну ты это точно слышал, да? Ты много из этого слышал, и если что, подтверждай. Сейчас мы начнём рисовать и перейдём уже к контентной части. Значит, сразу скажу, этот эфир не для того, чтобы... Вернее, я здесь не для того, чтобы кого-то спасать, да? Была у меня раньше такая установка, когда я кто-то находил, мне это помогало в жизни, я такой, теперь надо всем об этом рассказать, всех спасти, насадить вот это знание. Нет, я уже понял, что есть причина-следственные связи, у каждого свой путь, и мы все идём на самом деле одной дорогой, мы все в путешествии домой, в духовную обитель. То есть мы от природы, истинное наше эго — это я — душа, а душа — это духовное существо, это не материальное существо. Но это тоже, да, обсудим. Поэтому спасает пусть на сбор, да, это дело его. Я лишь здесь проводник для тех, кто услышит. Как я уже сказал, знание взятое из вет, ничего не придумывал, и систему, которую я вам дам сегодня, на мироустройство, она взята из квинтенсенции вет, потому что вет очень много, и говорится, что нам вот этой материальной жизни, вот в этом, не в этом измерении, так сказать, а в этом временном отрезке не хватит. Ну, мы заняты материальными делами, да, у нас клиповое мышление, вон роли Кирилл Седа сейчас занимают внимание, а не вот такие прямые эфиры. Поэтому изучить их все, ну, это дано под силу не каждому. Но Кагагават-Гита, она переводится как «песнь Бога», да, это, так скажем, квинтенсенция и выжимковед. И благодаря этому священному описанию вы можете полностью, полностью разрешить все проблемы своей жизни. Это не высокие какие-то высокопарные слова, это реально так, потому что огромное количество сейчас в моём окружении людей, кто следует этому, и у кого жизнь разворачивается по наилучшему сценарию. И цель вот этого священного писания, Кагагават-Гиты, вот если кто не видел, как она выглядит, именно в переводе Шрилы Пропупады я очень рекомендую брать, Кагагават-Гита, как она есть. Так вот, цель её — это вызволить человечество из плена невежественного материального существования. Что это значит, я проясню. Это значит, что мы с вами боратаемся, да, там, от рождения к смерти, меняя тела. Прошлое, настоящее, будущее, смерть умер, да. Прошлое, настоящее, будущее умер. И при этом мы ещё и страдаем, потому что в этом мире, что у нас? Мы в любом случае стареем, да, полезни какие-то появляются, страдаем там, потому что, ну, что-то в отношениях не ладится, что-то там в этом мире у нас, да, там происходит, и это нам приносит страдания. Ещё и страх смерти за близких у нас есть, за родных, да, которые тоже очень сковывают. Ну, к примеру, да, вот умер ребёнок у матери, но при этом остался второй. И у неё теперь за второго такой гиперконтроль, такая опека и страх, да, что это сильнейшим образом считывается с матерью-ребёнком. И он думает, что раз, ну, мама чего-то боится, а это же видно, это же считывает, особенно детьми, то это значит, он на себя принимает, что это значит, со мной что-то не так, значит, я какой-то не такой. И с её стороны это кажется любовью, а на самом деле такая любовь не нужна нашим детям. И вот эти вот тревоги, вот эти беспокойства, оно преследует каждого из нас. И причиной тому вот это материальное существование. Сегодня постараюсь раскрыть, чтобы у вас было понимание. Вот. Как я уже сказал, мы с вами духовные существа, просто думаем, что мы вот это тело, мы себя отождествляем с ним, да. Мы думаем, что мы вот этот ум, хотя мы не ум, мы не это тело, мы не вот эта вот оболочка. Это всё очень временно. И вот, как говорится, в хагава-адгите, да, само по себе наше вот это вот бытие, оно, оно протекает в атмосфере небытия. Я сейчас объясню, что это значит. Сейчас объясню, что это значит. Вот. Приведу простой пример. Его описывал Стивен Кови. Очень люблю этого человека и все его книги. Так вот. Он описывал такой пример, что сидит мужчина, по-моему, в каком-то общественном транспорте, в поезде, да, в этом закутке на своём месте, и заходит другой мужчина с детьми. Мужчина садится напротив него, у окна, и начинает вот так вот в окно смотреть отрешённым взглядом. А дети начинают по всему салону вагона бегать, в общем, всячески дурачиться. А время уже достаточно позднее, всё уже готовится ко сну. И, конечно, это никому не нравится. Все начинают возмущаться, такая, знаете, атмосфера накаливается. И проходит какое-то время, тот, кто сидел первый в вагоне, он не выдерживает и просто, ну, говорит, мужчина, ну, это же какое-то безобразие, но нельзя так, пожалуйста, приструните своих детей. И тот обращает внимание на него таким же отрешённым взглядом и говорит, простите меня, пожалуйста. Дело в том, что у этих детей буквально несколько часов назад умерла мать. И я до сих пор не знаю, как им об этом сказать. И тот, кто ему предъявлял претензии, вдруг резко поменялся. То есть он, пожалуйста, простите меня, я, говорит, ну, понял, что такое горе случилось. И все, кто там слушал рядом, да, все, кто был в раздражении, они все поменяли отношения. То есть, представляете, вначале была атмосфера раздражения, непонимания, и потом вдруг, вот так за секунду воцарилась другая атмосфера. Вот это что было? Вот это и есть это небытие. Это неправда. Дело в том, что когда мы с вами обидчивые, то видим этот мир по-особенному, согласитесь? То есть мы с вами выпадаем из реальности. А когда мы находимся в будущем, да, в спешке вот в этой, в тревожности в будущем, там, переживаем за что-то, или наоборот, в прошлом, в каких-то обидах сидим, да, там, вот надо было так сказать, надо было так сделать, вот-то-то-то-то-то-то-то, или вот там-то было хорошо, там-то было прекрасно. Мы с вами упускаем настоящее. Мы с вами не замечаем реальность. Мы даже ребёнка там рядом можем не заметить, да, когда он подходит и хочет нашего внимания, ну ты отстань там, у меня там проблемы какие-то. И вот это и есть небытие. И человеческая форма существования говорится в ведах, что есть там 8 миллионов с чем-то там тысяч форм жизни. И всего 400 тысяч, по-моему, из них — это формы, связанные с осознанностью. То есть это форма, у кого есть осознанность. И человек — это как раз-таки тот, у кого это есть. Поэтому нам с вами очень сильно повезло, потому что мы как раз-таки относимся к тем, кто может сейчас выбирать, что делать, да, идти путём развития или пути деградации. И ещё одна причина, кстати, почему эта тема не популярна. У нас сейчас идёт эпоха Кали-юги. Для тех, кто в веды не изучает, буквально поясню в двух словах, есть четыре эпохи, не как четыре времени года, которые сменяют друг друга. Так и день сменяет ночь, да. Нам эти законы природы достаточно понятны. Мы это наблюдаем, потому что видим, ну и подтверждаем, соответственно. Но в силу ограниченности вот в этом теле, потому что памяти у нас по прошлым жизням нет, хотя есть специалисты, кто вам может эту регрессию провести, провести там по прошлым жизням. Есть люди, кто очищает своё сознание, двигается духовным путём, и им начинают открываться в прошлой жизни. Говорится, что в золотую эпоху люди знали свои прошлые жизни, поэтому понимали причину-следственной связи. Так вот, и золотой век, когда люди жили по 100 тысяч лет, потом серебряный век по 10 тысяч лет, соответственно, железный век там, по-моему, по тысяче лет. И вот наша эпоха, Кали-Юга, каменный век, будет ещё идти 400 с чем-то тысяч лет, когда утрачиваются знания, когда человек еле-еле доживает до 100 лет. Это всё, кстати, здесь говорится. Если кому интересно, обязательно возьмите и почитайте. Это прям уникальная книга. Так вот, в эту эпоху тоже знания эти утрачиваются. Очень сложно удержать внимание, очень сложно заниматься какой-то практикой. Да, там вот этот материальный мир, он нас выбивает, соответственно, мы страдаем. И вот так вот из воплощения в воплощение. Поэтому, ребята, вам очень повезло, кто сегодня смотрит в эфир. Опять повезло в кавычках. Так, Надежда, Солнце, умного вибрационной информации у меня на странице. Спасибо, что делитесь информацией. Так вот, сейчас перейдём к онтологическому треугольнику. Ну, буквально небольшая водная. Есть у нас физические законы, да? Я думаю, ни для кого не секрет. У нас на всех действует закон гравитации, да? Ну, что есть, мы понимаем, что вот у меня на восьмом этаже. Если я сейчас что-то скину, да, то оно полетит вниз. Мы это все прекрасно понимаем. И знаем мы это или не знаем, оно на нас действует. Но при этом, заметьте, айсинг-бук, который летает вообще против всяких законов. Вот реально, у него там, он противопоставляет себя всем законам аэродинамики, как и Шмель, кстати. То есть учёные там исследовали, что согласно всем законам он просто летать не должен. Он летает. Или ящерица, которая может там по потолку, да, там пробежаться. Причём не просто там как-то присоцаться, да, там присосками. Мы понимаем, что ещё присосками как-то можно это сделать. А прям, ну, бегает. Как это делается, да? Непонятно. Есть законы химии. Мы тоже это понимаем. Знаем с вами, что если там смешать одно там вещество с другим, получится там третье вещество. Да, мы это всё изучали в школе с вами. Есть законы биологии, есть законы социологии, или, например, законы власту. По-другому это ещё называется фэншот, то есть законы пространства, да, и распределение в них элементов. А есть ещё, мои дорогие друзья, законы духовные. И вот если мы будем нарушать, да, какие-то законы, мы всегда будем видеть последствия. Ну, например, засунули пальцы в розетку, да, понятно, что нас тут же током, да, там ударит. Это мгновенная карма называется, то есть мы мгновенно последствия, да, получим. Или там со всей дури ударим краем руки, да, там по краю стола. Ну, больно будет, да. То есть мгновенно получаем причинно-следственные связи. Или там нарушая правила сна или питание тоже будем впоследствии получать какие-то, ну, результаты. Либо положительные, либо отрицательные, да, либо будем страдать, либо будем наслаждаться благодаря вот этим результатам. Кстати, про режимы дня и про, соответственно, про питание тоже говорится в этой книжке. Я забуду вас мельтешить ещё сегодня несколько раз. Итак, почему именно я её показываю? Потому что вот этот онтологический треугольник и вот эти пять истин, про которые я сейчас расскажу, то есть как устроено мироздание, оно вот отсюда. Оно полностью описывает это. Поэтому, собственно, я вам и показываю. Давайте с вами перейдём, наконец-то. И первая истина, которая описывает вот эта книга, мы сегодня поговорим про пять истин, про пять истин. Это, а кто я? Кто вообще я? Кто я такой? Да. И когда вас вас спрашивают, когда вас спросят, а кто, даже кто вы такой? И вы скажете я, вот я, например, Михаил Килин, что-то, как вы покажете вот это я? Ну, то есть вы скажете вот так, я вот, да? Я там тра-та-та, или я вот какой-то такой-то. Вы же не покажете там на затылок я? Вы не покажете сюда я, да? Или там на плечо? У нас все, вот у нас прям как-то вот от природы заложено вот так. Мы вот так показываем. Я, да мне надо, там ещё что-то, вот сюда. И это тоже не просто так. Говорится, что я не это тело, да? Я не Михаил Килин. Это всё программы, которые мне даны при рождении. Но истинное я — это я душа. Душа, она, говорится, находится вот в районе сердца. Поэтому мы вот куда-то сюда всё время говорим, да? Или говорим от сердца, или там сердечно, там от души, да? От всего сердца говорим. Это вот как раз-таки вот она находится здесь. И у этого я есть три энергии. У нас сегодня будет всё три по три. То есть вот я, да? Это одна вершина нашего треугольника. Не знаю, видно, не видно. Есть у этого я три энергии. Это сад, это чит и ананда. Сейчас я всё проясню, ребята, что это значит. Сад — это, соответственно, вечность. Чит — это знание. и ананда — это блаженство. Блаженство, ну, или счастье, да, по-нашему. Кто не видел ещё мой пример про счастье, очень рекомендую посмотреть. Вот. Это то, о чём мы говорим. Это одна из вершин треугольника. Я. То есть я. И я как душа. Почему вечность, да? Дело в том, что природа моя, она вечная. Я частица Бога, я обладаю его качествами. Да, я не он, но я качествами обладаю, как каплю взять из океана. Она не является океаном, но она часть этого океана. И пока мы не раскроем вот это качество вечность, раскрывается оно тоже со временем, с изучением Священных Писаний, с духовными учителями. Как только раскрывается вот этот аспект нашей жизни, у нас сразу же уходит страх. Вот эта спешка, тревога, расстройства какие-то, что всё надо успеть, да. Почему мы всё хотим успеть? Ну, потому что, кажется, мы же обуславливаемся с этим телом, а это тело, оно временно. Ну, как любая одежда, она со временем стареет, так и тело стареет. Рано из него уходит, соответственно, тело стареет. И мы видим, как люди умирают. Но если мы отождествляем себя с телом, нам страшно. Нам страшно, что тут умирают. Но мы сами не согласны со смертью. Согласны? Что мы не согласны? То есть мы это видим, наблюдаем, но как будто бы внутренне не соглашаемся с тем, что мы умрём. Как будто это не про меня. Это тоже не просто так, потому что душа, она имеет природу, сад — это вечность. И мы внутри, в глубине души, на самом деле, даже если мы себя с ней не отождествляем, мы не хотим умирать. Но мы и не умрём. Врёт наше тело, мы получим новую оболочку. Поэтому вот это понятие важно раскрыть. Вторая энергия, которую мы обладаем как душа, это чит, это знание. И мы от природы всегда тянемся к знаниям. Даже те, кто сейчас у нас, они здесь тоже не просто так, кто смотрит этот прямой эфир. Почему? Потому что знания, мы за знаниями идём, мы тянемся к знаниям, нам всё интересно. Даже там, мы хотим знания, даже в гуне, невежество получать, ну, в энергии невежества, да, как сплетничать там с кем-то, а что там у него было, как там нам хочется интересно узнать. Это природа наша, природа. И это очень всё интересно, и в процессе изучения там Хагават-Гитой это всё раскрывается. У вас даже, знаете, вы будете оживать. Цель вообще, вот даже вот этого прямого эфира, понятно, что это не моя заслуга будет, это я лишь инструмент здесь, да, в руках Бога, я так и говорю, я лишь инструмент, Господь, веди меня. Но тем не менее, задача вот этой информации и задача вот этой книги пробудиться, пробудиться, то есть пробудиться, а жить, по-настоящему начать жить, потому что душа, в санскрите это джива, джива, да, живое существо. О, значит, и Ананда, это блаженство, счастье, мы на самом деле, я думаю, тут сильно пояснять не надо, я эти энергии очень хорошо разъяснил именно в прямом эфире про счастье, тоже рекомендую, посмотрите, мы реально хотим наслаждаться, мы хотим, ну вот это вот безграничное счастье получать. Просто вопрос, а на каком уровне, да, на уровне тела наслаждать только вот свои органы чувств, ну, это к счастью не приведёт. А когда вы осознаёте, кто вы есть на самом деле, и что нужно делать, да, и когда вы начинаете это делать, вот тогда вы получите настоящее вот истинное счастье, и оно безграничное, оно вот прям будет раскрываться и раскрываться и раскрываться, это не что-то такое, знаете, типа вот я его получил, и всё, вот я наслаждаюсь на кунтуру, не оно реально будет всё возрастать, по возрастающей, по возрастающей идти. Это первая истина, вторая истина, которая мы сегодня, которую мы с вами сегодня затронем, это материальная природа. Материальная природа. Или мир. Вот мы видим, как мир на нас действует, да, сколько снега, да, выпало в последнее время, не знаю, видно, надеюсь, видно. Вот, материальная природа, и материальная природа, она тоже обладает, сейчас я посмотрю, видно, да, воде, воде видно. Материальная природа тоже обладает тремя качествами, тремя энергиями, так сказать, сейчас я их напишу, зацов, это благость, саттва называется, саттва, благость, сейчас я вам объясню, это раджас, раджас, страсть, и тамос, невежество. Что такое материальный мир? Это все живые существа, абсолютно, да, которые вы встречаете в жизни. Вот вы сейчас на прямом эфире, да, вы для меня являетесь материальной природой. Пожалуйста, погода, все, что вокруг меня, все, что вот, ну, так сказать, вот эта вот реальность, которая вокруг меня сейчас, но существует, реальность в кавычках, опять же, да, это все и есть материальные природы, то есть все, что вокруг меня. И материальная природа обладает вот этими тремя энергиями. Благость, страсть и невежество. Это мы бы тоже посетить отдельный эфир, но тем не менее, постараюсь раскрыть, буквально там несколько предложений. Вот, например, надежда солнца, да, вот я ее не вижу сейчас, вот, но когда я захожу там на ее страницу, то понимаю, что человек прям, или общаясь с ней, вот в благости находится, да, вы даже можете понять, в какой энергии находится там человек, который с вами общается, да, когда вы не выспались, понятно, что вы такой раздраженный, что вы такой прямо, есть такой вот, может быть, даже в бунь и невежество где-то, да, потому что можете там огрызнуться на детей, и еще что-то сделать там со своим близким человеком, как-то появиться к нему. Но когда вы, допустим, поспали, да, там, помедитировали с утра, помолились, и все, и вы сразу снова в гуне благости. Утро, говорится, да, ранее пробуждение, это благость, день, это страсть, когда мы, страсти в энергии такой, да, находимся для того, чтобы, ну, сделать какие-то задачи, реализовать что-то в этом мире. Ночь, это невежество, это гурное разрушение, она нужна тоже нам для того, чтобы разрушить и переварить эмоции, там, то есть восстановиться, да, то есть разрушить все токсины в нашем теле, то есть все эти энергии важны и нужны. И абсолютно все, что мы изучаем, через глаза, через уши, тактильно, через рот, через нос, да, то есть все имеет эти три энергии. Люди, книги, фильмы, напитки, понятно, что алкоголь — это невежество, да, там, и пищу тоже можно в благости. Мясо — это невежество, то есть вегетарианская пища, там, приготовлена с определенным, с определенным умонастроением, да, предложенная Богу, это уже пища в благости. Мы сейчас сильно останавливаться на этом аспекте не будем, но в целом нужно понимать, да, что все в этом мире имеет вот эти три энергии, как три вибрации. Абсолютно все. Мат — это невежество, есть музыка в страсти, да, есть музыка благости возвышенная, да, есть музыка в невежестве, да, там тоже мат, какие-то убийства и так далее, фильмы, монография, например, невежество, там, какие-то фильмы про убийство, тоже невежество, фильмы такие, боевики, которые, знаете, даже, вот посмотрите такие фильмы, у вас сразу какие-то желания начинают появляться, что-то случится, сразу что-то там, большего чего-то хочется, чем уже ты имеешь сейчас. Это энергия, как раз, страсти. Все абсолютно имеет эти три энергии. И третья истина, о которой важно сегодня затронуть, которая тоже разбирает Гавадгита, это как раз то, о чем мы вначале с вами заговорили, да, это Бог, абсолютно истина. Я так и напишу, абсолютно истина. Абсолютная истина. она тоже имеет три энергии. Абсолютная истина. Это вершина нашего треугольника. Она тоже имеет три энергии. И можно её назвать, как говорится, по-разному, но я вот называю Бог, Верховный Господь. И у нас тоже есть здесь три элемента, которые мы изучаем, три энергии. Это энергия, вы знаете, говорится, что когда идёшь к Богу, да, медитируй на свет, луч света меня озарил, да, там, свет в конце туннеля. Это сияние, да, это вот как раз таки, веда, говорится, брахман, это как раз таки тот самый свет, да, так и напишем свет, какой-то светлый свет, свет принятия, бесконечной любви, вот такой вот благостный свет. Третий аспект, второй аспект, извиняюсь, это вот то, что с нами находится всегда, вот здесь, рядом с сердцем. Ведах — это называется параматма, атма, душа, параматма, значит, сверхдуша. Сейчас я поясню. Сверхдуша. И говорится, да, что Господь со мной, Господь сердце, да, то есть Он всегда со мной, это действительно так. Вот есть там йоги-мистики, которые медитируют только на энергию света, да, на энергию Господа. И те, кто говорит, что Господь нет, вот Господь сердце, и те, и те правы, то есть это всё его качество, это сверхдуша. И опять же говорится, что Он наш лучший друг, Он нас никогда не покидал, не покидает и не покинет. То есть Он всегда с нами держит связь. Вот мы с Ним, да, мы с Ним связь периодически утрачиваем, но она неразрывна, она есть, она есть. Важно её просто, ну как просто, кому-то и непросто, да, восстановить и наладить. И третье качество абсолютной истины — это верховная Личность Бога. что имеется в виду? В ведах это называется Бхагаван, и Бог — это не что-то такое вот размытое, да, а это Личность. очень много аватаров, в которых Он приходил в нашу жизнь, да, вот материальный мир, Он являлся в человеческом обличье, только в человеческом обличье, но это Личность, потому что мы всегда в этом мире выстраиваем отношения. Я сейчас тоже буду про отношения говорить. И не зря говорится, что если Бог на первом месте, то всё остальное на своих местах будет. Понимаете? Потому что вот люди, почему на тренинги ходят, почему вот в такие программы заходят, как сейчас, да, например, на такой вебинар, там, почему они изучают информацию, они хотят быть счастливыми. И уйти от страданий. Это, кстати, свойство нашего ума. Ум хочет наслаждаться через органы чувств и избегать страданий. И вот, например, там, в семье что-то не поладилось, да, вот мой муж какой-то не такой, я вот хочу, чтобы он был другой, и начинаем ходить по тренингам, качать чакры, женственность и так далее. Ничего против опять не имею. Чакр нормальная тема, и качать их надо. Да, чакровая система вообще отдельно тоже история. Кстати, говорили об этом, немножко затрагивали, откуда берутся все болезни, да, и как вообще быть здоровым. Тоже, кстати, посмотрите прямой эфирчик, у меня он есть. Так, сейчас я посмотрю, сколько мы уже идём. 45 минут. Так, ускоряемся. Так вот, напишу сейчас, подождите. Бра, ой, Пхагаван. Пхагаван. Верховная Личность. Верховная Личность Бога. очень важно, что это Личность, потому что отношения мы выстраиваем с Личностью всегда. Отношения в семье, отношения между супругами, отношения с детьми, отношения с коллегами. Всё отношения мы выстраиваем в первую очередь с какой-то Личностью. Так и здесь. И это очень важно понимать, потому что у меня вот эта ниточка, например, она давно нам выдала, что я хочу выйти замуж за Кришну. Кришна — это тот, кто наслаждается, это одно из имён Бога, да, и вот здесь, собственно, вот эта песнь Бога, она оповедана от лица самого Господа. Вообще это издание, говорится, что вот Крабангита, как она есть, впервые, примерно 5000 лет назад, снизошла при битве на Курк-Шетре. Это была мировая война, в которой там 150 миллионов человек погибло. И вот прям перед самой битвой, прям перед самым сражением была поведана вот эта вот книга. И это единственная книга, по крайней мере, у меня такие знания, да, сейчас, это единственная книга, которую Господь поведал от своего лица. Как раз таки, видя аватары Кришны, явившись на свет. То есть он сам, да, говорит здесь и проповедует вот эти знания. Так вот, мы как раз ходим по программам, потому что хотим наслаждаться. Но когда мы осознаём, что я душа, и в другом теле тоже такая же душа, то, ребят, знаете, по-другому начинаем вообще смотреть на человека. Это вот как в примере, который я вначале приводил по Стивена Кови, да, то есть вначале мы думали, что вот что-то там, какие-то дети у него, они такие, он за ними даже не смотрит. А потом вдруг всё, картина поменялась. Так и здесь, когда мы понимаем, что человек, например, как-то агрессирует нашу сторону, да, и мы понимаем, что, ну, этот болит у него, болит, он болит, да, то есть болит у него психика, то есть он как-то вот неправильно поступает. Мы понимаем, что это душа в нём, да, вот она обусловлена этим телом, и, ну, вот, мы уже начинаем по-другому к этому относиться, с пониманием как-то и с принятием, что ли. Так вот, это третья истина, да, вот у нас получился три вершины такого треугольника, онтологический треугольник называется. Какая же у нас четвёртая истина? Четвёртая истина, она у нас называется закон причинно-следственной связи или закон кармы. Давайте я вот немножко вот сюда опущу эти точечки, и чтобы было понятно. Так вот, карму напишу. Видно? То есть закон причинно-следственной связи или коротко кармы или деятельность. Как говорится, что посеешь, что и пожнёшь. И она, видите, в две стороны. Как я влияю на материальную природу, так и материальная природа влияет на меня. то есть причинно-следственная связь. Мы порой не понимаем, и вот я обращался во многие религии, я там не находил, на самом деле, ответа на этот вопрос. А почему вот один рождается инвалидом, да, там, неблагополучной семье, а другой с золотой прищепкой на носу, и у него всё уже есть, да, и он ещё там духовно сразу же начинает развиваться. Почему так? Где вроде бы справедливость, да? Ну, реально. Я не находил ответов. То есть я обращался в религии, я изучал Библию, я изучал Коран, Тору не полностью, но тем не менее. Так вот, в ведах я нашёл ответ на этот вопрос, и они объясняют, потому что мы можем вот в этой карме барахтаться, и мы иногда даже корней можем не найти, но всё, что мы сейчас получаем в виде обратной связи от мира, да, страдания какие-то, или наоборот, благость какую-то, да, то есть либо мы наслаждаемся, либо страдаем, это всё причина кармы, всё причина того, что мы делали в прошлом, либо при этой жизни, либо при прошлых. И то, что мы в этом воплощении не знаем своей прошлой жизни, но наносит свои коррективы. Я могу сказать, да чё, где справедливость, типа, почему вот в моей жизни так? А потому что, потому что ты это заслужил. всё, что ты сейчас испытываешь, всё, что ты сейчас в данный момент имеешь, это причина твоих поступков в прошлом. То есть если ты сейчас испытываешь какое-то страдание от какого-то человека, значит, когда-то ты также поступал в отношении других людей, и это тебе вернулось просто по закону бумеранга, да, по закону сохранения энергии, и мир невероятно справедлив. тема с кармой это очень глубинная, большая тема, их там очень много разных карм, но в целом просто для понимания. Те поступки, которые вы сейчас делаете, они напрямую влияют на вашу жизнь. Мы можем по законам человеческим мы их можем нарушать. Вы, я думаю, делали это не раз, допустим, поехали на красный свет, да, пересекли двойную сплошную, и начинаем сразу же торговаться с гаишником, да. Что мы делаем? Мы создаём плохую карму, то есть мы да, там, нарушаем закон, или мы думаем, что, ой, я вот сейчас денег сморую, никто же не увидит. И это действительно можно сделать, никто и не увидит, и не узнает. То есть по человеческим законам мы можем нарушать и думать, что так как бы и всё в порядке. Но я вас уверяю, там всё видят. там всё записывают. Вы себя в этом плане, вы можете как бы себя оправдать, но вы-то знаете, что вы нарушены. И Господь в вашем сердце, Он тоже это видит. и по карме вам это потом прилетит. Приведу простой пример. В одном из своих воплощений я был наёмником убийцы, который там собирал очень много золота, убил много людей, а в итоге один одинёшенек никому ненужный этот умер в своём замке. И вот это очень сильно потом мне прилетело. То есть я это потом искуплял очень много жизней для того, чтобы очистить своё сознание, для того, чтобы очиститься и в итоге вступить снова на путь духовного развития. Это всё можно проследить либо с хорошим регистратором, с хорошим регрессологом. Главное, чтобы он был, как по мне, было бы здорово, если бы это был регрессолог всё-таки духовный, с пониманием, что такое духовный мир и вообще идеально, если он ещё и ведической культуре принадлежит. Следует, вернее, не принадлежит, следует. Сразу скажу, что веды — это не знания Индии, не принадлежат Индии. Ещё раз, просто в той местности они появились, поэтому там они начали распространяться. Но это не индийское. Это знание, которое дал Господь человечеству, потому что пять тысяч лет назад было утеряно это знание, парам, парада, цепочка преемственности была утеряна, поэтому он пришёл и говорится, что он является либо сам, либо присылает своих аватаров, либо каких-то святых людей, потому что все религии на самом деле об одном и том же. Они все об одном и том же. У них у всех цель одна — привести тебя к Богу. И они все появлялись в своё время, в нужное время, в нужном месте, при тех обстоятельствах. То есть согласно тому времени и тому месту. Да, им уже кто-то приписал человек какие-то правила и так далее. Но в целом, они все об одном и том же. Я обычно говорю так, что Бог един, просто провайдеры у него разные. И очень тяжело идти к Богу, не принадлежа какой-то конфессии. Тут вопрос уже просто выбор. Есть огромное количество так называемых религий и огромное количество путей. Сразу скажу, в одиночку идти очень сложно. Очень сложно. Поэтому если кто-то там так скажем имеет какой-то сейчас духовный кризис, но чувствует тягу духовности, ему надо, то есть он понимает, что это его природа, я советую просто поизучать, посмотреть. Не значит, что нужно сразу же с головой куда-то там нырять, исследовать всем предписаниям. Нет, просто посмотрите, что-то для себя подберёте. Я также ходил, то есть я ходил в православную церковь, ходил, я крещённый, меня мама крестила, то есть я сам не хотел, но вот она меня крестила. То есть изучал мусульманство, изучал вот этот, как говорится, Тору, это иудаизм. Но больше всего мне откликнулась ведическая культура и веды, потому что я человек-логик, я человек-учёного мира, и мне очень важно находить вот эти причины-следственные связи, какие-то доказательные факты. И здесь я их вижу, здесь я их вижу, то есть все знания, которые были получены мной, исследования человеческого потенциала, исследования человеческой личности, психологии, они все здесь просто, ну, вот прям как по полочкам раскладываются. Это удивительно. Это проблема, да, причинно-следственная связь, это получает, что истина, она влияет на нас, она, мы влияем через неё, через свою деятельность на материальный мир, и потом материальный мир обратно на нас влияет. что посеешь, что и пожнёшь, чтобы было вам понятно. А что такое пятая истина? Где же она здесь у нас, да, в нашем треугольнике? Причём, как я сказал, да, карма действует в обе стороны. Она у нас вот здесь. Это называется время. Это у нас, получается, пятая истина, причём, смотрите, да, она в одну сторону, стрелочка в одну сторону. И время — это то, что влияет на материальную природу. И мы это видим, да. Всё в этом мире имеет начало и конец. Мы рождаемся, стареем, умираем. Все вещи, да, имеют срок годности, да, то есть всё изнашивается. За зимой приходит весна, за весной, лето и так далее. То есть всё циклично. И вот говорится Ведов, что время, но циклично, да, и циклично также и время нашей Вселенной, всех Вселенных, да, их там, миллиарды Вселенных, с триллионным планет, солнц, лун и так далее. Но это всё имеет определённый цикл. Сейчас мы тоже сильно раскрывать не будем, чтобы у вас нет, голова не взорвалась у вас. Скажите, вот до этого момента пока всё ли понятно? Давайте, кто тут у нас сидит, напишите, пожалуйста. Всё ли понятно? Сергей, привет, братское сердце. Сегодня вот такая у нас проповедь. с пониманием, как устроено. Да, мы сегодня говорим про 5 истин. Ага. Благодарю, Сергей. Поехали дальше. Если что, пишите свои вопросы, если что-то непонятно, потому что, ещё раз говорю, этот прямой эфир, он, вот я его просто вот так вот, да, вываливаю, и, соответственно, я понимаю, что сюда могут прийти люди неподготовленные. Поэтому задавайте вопросы, если мы их не расскажем на прямом эфире, я их расскажу обязательно в комментариях. Так вот. А что же у нас вот здесь? Вот в этой части, да, скажете вы? Почему треугольник-то не доставлен? Что у нас вот здесь? А вот здесь у нас, друзья мои, да, от него, от абсолютной истины, а идёт стрелочка. И тут не то, что одна стрелочка, тут их миллионы и миллиарды. Это то, ту любовь, которую, которую бесконечным потоком Господь, Бог посылает нам. Пожалуйста, солнце светит, мы воздухом дышим, воду пьём, во всём кроется энергия Бога. И Он нам её просто вот, ну, бесконечно посылает. А вот что в ответ, да, вот как тут, как у нас? Давайте честно ответим, вот что тут в ответ у нас идёт. Таким пунктиртиком нарисуем. А в ответ, ну, ну, может быть, благодарность, да. Хотя у многих и этого нет. Мы живём с вами, как будто бы вот всё это нам кто-то должен обеспечить, да, и типа вот, само собой разумеющийся. И вот это очень важный момент сейчас, потому что, когда мы начинаем пробуждаться, когда мы начинаем осознавать, что я душа, а не это тело, когда уходят вот эти страхи, у нас в ответ, да, тоже начинает поток увеличиваться. Мы вдруг начинаем видеть, что всё здесь устроено по образу, да, и подобию Бога, что Он здесь всё контролирует. И мы начинаем, ну, вот этот вот поток любви и благодарности в Его сторону всё больше и больше проявлять. А как я сказал вначале, когда мы делаем шаг в отношении Всевышнего, Он нам делает 10. И когда мы встаём вот на этот путь духовного развития, это не то, что у вас карма, да, там мгновенно сожжётся. Нет. Мы в любом случае, ну, если нам суждено что-то испытать, да, по воле Всевышнего, мы это испытаем. Но когда я осознаю себя душой и понимаю, какую боль я другой душе причинил, здесь происходит такой, знаете, элемент раскаяния. Это очень сильная такая, ну, глубинная психологическая практика, когда я искренне раскаиваюсь, когда я достаю из сердца это и действительно, ну, прошу прощения у Всевышнего, да, за то, что я причинил, прошу прощения у того человека, кому я это причинил. Идёт раскаяние, глубинная работа идёт. Это создаёт такую, ну, благостную самскару, которая позволит в будущем такие поступки не совершать. Это одна, кстати, из психологических практик, называется, она у меня лично зеркало, в интернете её знают как хона, монопона, как-то так, что ли, гавайская техника. Прости меня, я сожалею, я тебя благодарю, я тебя люблю. Можете тоже погуглить. Так вот, когда Бог, да, на первом месте, всё становится на своих местах. У меня дочка Анита, вот я, как уже сказал, она выдала тут недавно, что я, говорит, за женю из садика, да, замуж не выйду. Он мне нравится, конечно, но я, говорит, женюсь на Кришне. Вот, у человека уже изначально, да, от рождения она не ест мясо. Почему? Потому что, ну, мы, да, соблюдаем вегетарианство и соблюдаем принципы Архимса, да, не причинения вреда. Она начинает сейчас ездить с нами на программы, понемножку тоже вникать в книги, да, детские, которые мы покупаем, которые объясняют. Кстати, очень рекомендую вам посмотреть мультик. Как же он называется-то? Сейчас я книжку найду. Подождите. Есть такой мультик. Его создали на пожертвование. Олег Геннадьевич Тарсунов его очень рекомендует. Одна преданная написала книгу Анастасия Вриндавати. Такая книга шикарная. Секрет добрых дел. Изумительная книжка. Но по этой книге, по этой книге снят мультик. Он на есть на Ютубе в свободном доступе. Он объясняет, в принципе, он объясняет то, что я сегодня говорил вам. Просто он это рассказывает с такими, с примерами, в виде мультика, да, как для детей. Но если еще дети понимают, то взрослые тем более поймут. Очень рекомендую посмотреть с детьми. Изумительный мультик. Там что-то несколько серий по пять, по десять минут они идут. Прекраснейший вообще. Ну вот прям изумительный. Настолько понятный. Настолько качественный. Побольше бы таких мультфильмов, побольше бы таких книжек. Так вот, когда вы пробуждаетесь, вот этот поток, он начинает открываться и начинает литься в его сторону. И это называется вот этот поток, это любовь, да, или бхакти-йога. Конкретно в хакхавадгите описывается множество видов йог, но говорится, что это одна из высших йог, йога-любви, да, когда мы непрерывно, бесконечно и преданно начинаем служить. постараюсь это сейчас тоже раскрутить, да, вот это вот понимание. Дело в том, что это всё описывается в бхавадгите, там, третья, четвёртая главы, они там про карму рассказывают, но когда вы будете читать, вы в том числе увидите, о, да кто-то и про меня, да, вот, там же и я, да, а вот тут вот про природу он описывает, а вот тут вот про это. Вы это всё увидите. и бхакти-йога это по сути ответ на вопрос «А что мне делать?» да, вот я узнал сегодня, вот я узнал сегодня, окей, а как мне быть дальше? Что мне делать дальше? И это в любом случае останется семечком у вас, да, это в любом случае прорастёт во что-то, но я скажу, что без понимания, без понятия, что я душа, да, и что все мы души, и мы сюда пришли служить другим, да, то есть мы пришли служить людям, служить через свою деятельность, служить через свои таланты, служить значит любить по-другому, это не значит, что я там, так как это, как слуга, да, там присмыкаюсь, хотя у слова «слуга» много разных значений, и в нём нет ничего такого, служить значит любить, мы всегда кому-то служим в этом мире, мы детям своим служим, да, любим их, мы близким своим служим, мы служим как продавец, например, если мы что-то продаём, да, через свои товары, как предприниматель, через свои услуги, через свой бизнес, потому что конечный это потребитель, кто? Такой же человек, в котором есть душа, и когда мы это делаем благостно, когда мы это делаем, ну, по любви, соответственно, успех-то он тоже приходит в нашу жизнь, в том числе и материальный. Здесь главное, знаете, не просто осознавать, что я душа, и служить другим. Здесь ещё важно не привязываться к плодам своим деятельности, то есть не привязываться вообще ни к чему в этом мире, потому что, да, мы страдаем в отношениях, когда вдруг что-то не получается, да, со своей женой, или там с мужчиной, или с детьми, да, но в первую очередь мы сюда пришли зачем? Мы сюда пришли за опытом, мы пришли сюда, чтобы научиться этой любви, чтобы научиться состраданию. И говорится, что любовь, её, ну, боль — это одна из частей любви. Невозможно познать любовь без боли. Это как невозможно познать сладко без солёного, да, или как невозможно познать смерть там без слёз. И наша душа из воплощения в воплощение, она вот это всё получает. Она этому учится, учится состраданию, да. Вначале там, допустим, ставили в одном теле семью с ребёнком, в теле мужчины, в каком-то из воплощений в будущем мы встретимся с этим опытом в виде ребёнка, когда мы воплотимся ребёнком, а от нас уйдёт наоборот родитель. Мы будем опять, да, ну, страдать. Для чего? Для того, чтобы душа получила вот этот опыт, чтобы она через это прошла. Но когда ты осознаёшь, да, себя душой, когда ты понимаешь, для чего ты тут, а когда ты начинаешь не привязываться, не привязываться — это значит понимать, что всё здесь принадлежит Всевышнему, да. Бог дал, Бог взял, говорится. И может произойти так, что, ну, в твоей жизни сейчас есть человек, потом его не стало, и мы начинаем страдать, да, ушёл от нас близкий, или там, моя женщина ушла, да, я теперь страдаю, весь страдание там. Почему? Потому что привязался. Привязался к ней. Да, мы служим другим людям, но мы служим для чего? Для того, чтобы мы понимали, что мы здесь за отношениями, мы здесь выстраиваем отношения, но первые отношения, с кем мы должны выстроить, это Всевышний. Понимаете? Мы идём туда, это вот в этом воплощении мы вместе можем находиться со своими там мужьями и жёнами, да, для того, чтобы вместе пройти по этому пути, потому что цель любой семьи, у меня есть целый модуль, посвящённый этому в наставничестве своём, не знаю, может быть, даже сегодня как подарок дать вам его, называется семейная конфликтология, потому что выяснилось, что 95% всех обращений к психологам это в основном семейные отношения, и большинство из них просто потому, что люди не научились договариваться, вот и всё. То есть важно научиться правильно конфликтовать в хорошем смысле. То есть правильно ругаться нужно уметь, да. Там есть определённые правила. Конфликтология — это когда мы договариваемся. Произошёл какой-то конфликт, из-за этого конфликта мы начинаем ругаться, да, и пошло-поехало. Но если мы это делаем грамотно, правильно, слышим друг друга, то есть понимаем, кто мы на самом деле, какая у нас общая цель, как у семьи, да. Цель — это прийти к Богу, самая высшая цель — это прийти к Богу. Любой смысл — это прийти к Богу, это пробудиться, да, и прийти в духовную обитель Господу. Так вот, к чему я это? К тому, что мы ходим по всем вот этим программам, о которых я говорил, и мы пытаемся какие-то чувства свои насладить. Но когда мы понимаем, что я душа, всё, мы сразу же начинаем по-другому относиться и к другим людям. Так, что ещё важного хотел сказать? И будем заканчивать, и на ответы на вопросы ещё есть, если будут. Да, истина одна, но к ней ведёт много разных дорожек, это я уже сказал. Это я говорил про конфессии. Невозможно идти духовным путём, не имея двух вещей. Не вечерняя, а не осознавая две истины. Первая — не приняв Бога, не приняв Его, да, то есть Богом. Бог даёт силы. У вас на этом пути будет разное происходить. Это не то, что мы встали на духовный путь, и всё, и вот так вот пошли, вера, как ракета. Мы всё-таки живём в материальном мире, мы сталкиваемся с другими людьми, мы всё-таки барахтаемся вот в этой карме, которая нас догоняет с прошлых воплощений. И, конечно, мы должны исполнять свой долг в материальном мире, мы должны в нём проявляться, зарабатывать деньги, исполнять долг мужа, отца, предпринимателей и так далее. Те роли, которые нам дали на это воплощение, мы их качественно отыгрываем. Но когда мы признаём Бога, именно Он нам даёт силы. Именно Он даёт силы. И второе, без чего будет сложно идти, это без духовного наставника, учителя. То есть должны быть старшие, через которые мы перенимаем эти качества. Это очень важный момент. Когда я не имел ролевой модели, за 40 лет я таких ошибок наделал. То есть я бегал, именно хотел насладить свои чувственные удовольствия. Я хотел много денег, я зарабатывал много денег, я их терял так же успешно, как и зарабатывал. Большое окружение, большая проявленность в соцсетях, много чего было, бизнесы были. Но вот этого понимания, а кто я на самом деле, не было. Поэтому постоянно возвращались страдания. Я вот бегал, 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 мне всегда хотелось иметь, иметь, а потом уже быть. То есть я хотел вначале иметь, иметь там вот эти ресурсы, денег, славу и так далее, а потом быть. Но надо наоборот, надо вначале быть. А чтобы быть, надо понять, кто я, о чём мы сегодня говорили. Я не смогу тут за полтора часа сегодняшнего промоэфера вот раскрыть всю суть вот этого. Конечно, нет. Но задача была хотя бы частично показать, как устроено, потому что, когда человек вот эту картину мира принимает, у него в жизни начинает разворачиваться всё наилучшим и наивысшим образом. И третий момент, тоже без чего будет достаточно сложно двигаться, это без выбора пути. Да, дороги к Богу ведут разные, но всё равно вам придётся выбрать какую-то конфессию, потому что идти сразу по нескольким дорожкам будет невозможно. Потому что мы всё-таки здесь сохраняем уважение к другим священным писаниям и религиям, как я уже сегодня говорил. Мы о них никуда не вовлекаем. Да, я никуда не вовлекаю. Я лишь говорю, что каждому своё, но выбрать всё равно надо будет. Почему? Потому что там будут наставники, там будут люди, кто уже на более высоком уровне осознанности, кто сможет передать вам эти качества, кто сможет вам грамотно передать эти знания, благодаря которым уже и будет развиваться всё в вашей жизни лучшим образом. И последний момент, крайний последний момент. Я хотел вам такой пример привести. Вот представьте себе, где вот они у меня? Нету их. Ну, в общем, ножницы обычные. Вот что можно сделать ножницами? Кто знает? Просто ножницы, если взять, что можно ими сделать? Можно нарезать, да? Можно бумагу хорошо нарезать. А можно и уколоть кого-то, то есть врану какую-то нанести. То же самое вот этот ноутбук. Я могу такой прямой эфир провести, какую-то пользу людям дать. А могу что сделать? Я могу взламывать и воровать или про на распространять. Понимаете? То есть это всё инструменты. И инструмент, он может быть либо орудием, либо оружием. Любой абсолютный инструмент. И знания в том числе. И вот наше тело, наш ум, наш разум — это тоже инструменты, данные нам Богом. Мы, когда в это воплощение приходим, нам дают ментальный аппарат, он вместе с нами с душой идёт, ментальное наше тело, и дают оболочку. И сразу накладывают несколько программ. Я мужчина, например, в этом воплощении. Я россиянин, националист, российский немец, принадлежу к роду Киль. И таких-таких-таких вот программ не наложили. И мне дали ещё таланты. То есть нагрузили ещё талантами для того, чтобы я вот этот опыт своей души максимально качественно извлёк. Они даны Всевышним. Для чего? Для реализации. И чтобы мы нашли в итоге путь домой. И помогли в этом пути ещё другим людям. Понимаете, да, вот этот момент? Но если у меня внутри нет нравственности, да, если у меня Бог не на первом месте, я эти таланты могу использовать во вред себе. То есть вопрос, в чьих руках эти ножницы, да, и что он ими будет делать. Или нарезать, или, извиняюсь, можете убить кого-то. Там пример, да, пожалуйста, Адольфа Гитлера можно привести талантливый человек, вообще талантливый. То есть он вегетарианец, он и дисциплинированный, семьянин, но при этом все свои таланты, да, он направил на уничтожение почти 60 миллионов человек. Поэтому и говорится, да, что ум, ведов это говорится, что ум наш злейший враг, и он наш лучший друг. Да? Вопрос, насколько укреплён разум? Я этот ментальный аппарат разбирал на первом прямом эфире про счастье как раз. Очень рекомендую посмотреть его. У вас будет понятно, как вообще, ну, гармонизировать жизнь, что делать. Это как раз ответ на вопрос, да, что делать-то. И проблема-то в том, что знаний достаточно много нынче, и мы поглощаем всё вокруг. Но вот вопрос, авторитетный ли источник. Потому что я даже сейчас книги по-другому читаю. У меня раньше там, у меня очень много книг, которые я ещё не прочитал, накуплены. Но я смотрю, процентов 30 из них я даже читать не буду. Потому что они уже о том, о чём мне неинтересно. Так. Ну что? Давайте, если есть вопросы, если кто-то ещё остался живой у нас на прямом эфире, имеется в виду в процессе, кто сейчас смотрит. Если есть вопросы, давайте разберём и будем закругляться. В целом, я постарался дать рацию в сегодняшнюю тему. Насколько получилось, я не знаю. Кто у нас сидит? Как вообще посмотреть, кто у нас здесь находится? Как это увидеть? Не увидеть никогда. Как в целом было? Поделитесь со мной. Да, и по подарку сейчас тоже скажу вам. Реально, кстати, дам подарок. Очень классный подарок. Это целый практику. Это серьёзный, большой практику. Он большой. Он идёт порядка, наверное, больше, чем два часа. Он разбит на короткие уроки у меня. Там есть две серьёзные психологические практики, которыми вы можете убрать обиды, вы можете убрать какие-то какие-то вот самская отпечатки в подсознании, которые у вас остались в детстве, либо вы получили их по жизни. То есть там будут техники, которые позволят вам это поубирать. Ну и в целом научат правильному взаимодействию в семье, потому что это всё-таки большой запрос у многих. А вот у меня это всего лишь один из 20 модулей, наставничестве, но я вам дам его бесплатно. Что нужно будет сделать? Нужно будет после просмотра вот этого прямого эфира, сейчас напишу, сейчас напишу, написать небольшой эссе, может быть, на один абзац, может быть, предложение в три-четыре, что ты вынес из него самое главное для себя. Это очень важно. То есть это некая рефлексия, ваша рефлексия над прямым эфиром. Для чего это делать? Для того, чтобы он не просто остался каким-то вот таким, знаете, знанием, которое вы услышали. Потому что, когда вы что-то отрефлексируете и запишите, это будет в два раза эффективнее. Это значит, что вы уже нейронные связи какие-то создадите, что-то распишите. Раз вы это сделаете, раз вы это распишите, у вас останутся выводы, которые можно будет потом внедрить в жизнь. А это ещё больше, эффективное знание. Потому что, когда вы внедрили в жизнь и вы начали этому следовать, это значит, что знание оно настоящим стало. Потому что, когда я просто услышал, это я проинформирован. А когда я применил, получил результат, увидел, как это работает, вот это уже знание. Это значит, оно со мной осталось. Поэтому напишите, пожалуйста, под этим видео свои впечатления, свои эмоции, свою реакцию, как есть, честно, да? Я честно отдам вам всё равно подарок. То есть, даже если это будет какой-то гневливый комментарий, я всё равно дам подарок этому человеку, то, что он его оставил. Вот. Пишите какие-то выводы, инсайты, уроки, открытие, основное что-то, да, что вы вынесли. В целом, было ли полезно. Вот. Это будет, как некий, знаете, некая обратная связь для меня. Если захотите оставить какой-то отзыв, да, просто поблагодарите словами под прямым эфиром. Вообще, респект. Это мне тоже будет полезно. на это почитать, да, где-то наполниться, где-то получить прямую обратную связь, да, и стать ещё лучше для вас. Так, Бог — это энергия, которая познаёт себя. Вот. И самое главное, когда вы это напишите, вы увидите, у меня никнейм Гуру Мишка, да, он написан у меня на личной странице вверху, да, если по ссылке перейти на мою страницу, вы видите, Гуру Мишка. Этот никнейм, он у меня везде. На Ютубе, в Телеграме, в Инстаграме. Вам надо будет по этому никнейму, после того, как вы напишите комментарий под видео, найти меня по так, по этому никнейму, Гуру Мишка, в Телеграме и написать «Миша, дай мне подарок». Я посмотрел прямой эфир там, ну, чтобы я понял, да, откуда вы. И я вам его вышлю там, в Телеграм, в приложении Телеграм. У меня там просто всё это разложено по полочкам, поэтому я его скину во благо вашего роста. Название мультика «Секрет добрых дел». Есть книжка такая Анастасия Вриндавати, да, она с помощью Александра Купельского, Олега Тарсунова, вот они издали эту книгу, а потом был профинансирован проект о снятии мультика. Классный мультик вообще. Очень рекомендую. Прямо с детьми смотрите внимательно. Бог — это энергия, которая познаёт себя. Ну, размыто немножко, но в целом, да, конечно, вообще это абсолютно истинно, да, говорится, что Бог совершенен во всём. Но при этом его совершенство, оно безграничное, то есть оно ещё и дальше как-то вот увеличивается. Тут можно философствовать, конечно, но мы являемся неотъемлемой частью. Душа, говорится, в Ведах никогда не возникало, не возникает, а возникать не будет. То есть она вечно, природа, природа, сад, вечно. Это представляете, да, вечно. Дем не укладывается в голове, реально не укладывается. Говорится, что там вся Вселенная, да, вот от начала до конца, как это, секунда Вселенной, да, или день Вселенной, как назвать, всех Вселенных, вообще всего вот этого мира, всех галактик, Вселенных, она что-то длится 8, по-моему, 8 миллиардов, 600 миллионов лет, по-моему, вот так. и потом всё умирает, всё уничтожается и заново. И вот так цикл идёт, такой цикл. Ну, как цикл дня, как цикл зимы, там. Ну вот. И душа, она вот познаёт, она познаёт этого Бога из воплощения воплощение. То есть это такой удивительный путь. Я просто, ну, настолько благодарен там папе, каким-то духовным учителям, наставникам, ангелам, охрангелам, проводникам, помощникам, что вот какие-то вот крупицы знаний мне пришли, и они мне помогли в итоге, ну, встать на этот путь. Потому что бегая ища с счастьем в материальном мире, я его не находил. Не через деньги, не через отношения, не через ещё. Потому что Бога не было. Если бы был Бог, тогда бы эти деньги, бы они бы были направлены на благое дело, понимаете? Тогда бы я не придумывал себе таких, знаете, отмазочек, типа, ну, я вот сейчас вот типа с малодушничаю, ну, потом-то я вот, потом-то я стану вот кем-кем-кем-кем захочу. Нет, так не работает. А в ответ докин в своей книге пишет. А какие книги я не знаю? Пожалуйста, Джона, спасибо, что было, Леся, спасибо, что была. А если вы знаете, что кому-то этот эфир будет полезен, пожалуйста, вышлите ему этот прямой эфир, дайте ему посмотреть. Даже просто касание, это уже какое-то семечко, даже если он просто соприкоснется, в любом случае это маленькая самская инка останется. Всё, благодарю вас, родные, постарался раскрыть тему. Надеюсь, у меня это получилось. Давайте будем завершать трансляцию. Благодарю. На связи был Михаил Кель, ваш покорный слуга. Пишите, если что, вопросы. Здесь, если они у вас будут, те, кто посмотрит записи, я отвечу на них. Если какие-то личные, пишите в личку, я всегда открыт. Всё, родные, пока-пока. Продолжение следует...